21 октября на 24-й день революции зонтиков сошел первый диалог представителей Федерации студентов Гонконга с представителями местной администрации. Третья пятерых лидеров студентов с чиновниками началась в 18 часов вечера в здании медицинской академии. Весь ход встречи транслировался в прямом эфире на больших экранах на улице. Секретарь Федерации студентов Гонконга Алик Щоу сказал, что жители Гонконга уже 30 лет добиваются демократии и подчеркнул, что горожане различных слоев общества вышли на эти протесты, потому что хотят проведения настоящих всеобщих выборов. Почему так много людей возмущены? Я считаю, что они вышли на улицы, чтобы сказать правительству Гонконга, что они хотят улучшить общество. Они недовольны решением, принятым 31 августа всекитайским собранием народных представителей и даже полностью против него. Гонконгцы начали добиваться демократии еще в 80-х годах. Этой изолюции власти КНР прямо сказали, что обрезает нам путь к демократии. Я думаю, что именно так считают большинство жителей города. Мне 24 года. Два года назад, когда нынешний глава администрации, господин Лянджинин выступал в зале со своей предвыборной программой, на улице было множество протестующих, я был одним из них. В тот день я увидел на улице папу с ребенка на плечах, который держал плакат с надписью, «Мои родители приехали сюда спасаться от дьявольских лап коммунистейской партии. Я не хочу, чтобы мое поколение попало в эти лапы». Я думаю, папа того ребенка не хотел свергнуть правительство, но он считал, что если государство построено не на принципах демократии, то правительство такой страны не может уважать мнение и чаяния народа. Поэтому мы не можем больше терпеть правление такого режима. Нам нужна демократическая система, а не так, что одна партия выбирает нам членов Совета. Алекс Шоу также рассказал о преимуществах для всего общества и всеобщих выборов, и сказал, что никакого заявленного чиновниками Гонконга демократического прогресса в процессе выборов на самом деле нет, а наоборот происходит эгресс, так как жители Гонконга не могут сами выдвигать кандидатов. Алекс Шоу также напомнил членовникам, что не надо пренебежительно относиться к требованиям народа. Если мы продолжаем демократическим требованиям народа, то мы продолжаем демократическим требованиям народа. Это может быть правильное общество развития, или правильное общество развития, это может быть правильное общество развития. Это может быть правильное общество развития, то мы продолжаем демократическим требованиям народа. Мы было бы видеть, что 10-3 месяца назад мы видели, что в законодательном режиме, что правильное общество развития в законодательном режиме действия, в законодательном режиме на законодательном режиме, но в результате еще одна интересная вещь, то есть только одна серьезная половина у нас на экономии. cэффицируй достоверен, то есть ли 831的決定, что будет не может развиваться? Глава администрации автономии Кэрри Лэм сказала, что хоть даже в том решении в СНП 31 августа и были установлены некоторые ограничения, но они не будут действовать всё время. А также, что способ выборов главы Гонконга после 2017 года будет как раньше происходить в соответствии с порядком, установленным основным законом и соответствующими разъяснениями постоянного комитета ЦК КПК. В соответствии с главным обществом, в том, что все общественные выборы в Гонконге заблокировал член постоянного комитета ЦК КПК Джан Дэй Дзян, который принадлежит к нескольких фракций бывшего агентства ЦЗМИЯ. Она также подчеркнула, что проект Закона о выборах, которые будут проходить после 2017 года, может измениться. Центральное телевидение КПК впервые ввело прямую трансляцию переговоров. Репортаж подготовила журналист гонконгского отделения «Эпох Таймс» Лин И. Репортаж подготовила журналист гонконгского отделения «Эпох Таймс» Лин И.